Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Это Алена Кирика. Она индивидуальный предприниматель. Шесть лет она работает в сфере торговли. У нее три бутика. Один в Тараклии и два в соседнем городе Кагуле. Хотелось открыть что-то свое. Проработав на нескольких предприятиях, поняла, что работать на кого-то немножко сложно. Нужно работать на себя для того, чтобы можно было расти. Подумала, что максимально было бы проще всего для меня в 23 года, по-моему, это было приехать обратно в свой город и открыть то, что нужно для людей. У нас в Тараклии была проблема именно с тем, чтобы приобретать, скажем так, элементарные вещи, обувь и так далее. Первая необходимость для людей. Почему это выбрала? Потому что себя помню. При первой необходимости одеться надо было выезжать из Тараклии куда-то. Приняв решение открыть свое дело, Алена, имея на руках первоначальный капитал без какой-либо поддержки, приступила к достижению своей цели. Зарегистрировать свое ИП оказалось совсем непросто в 2012 году. В Молдове сложно. Почему? У нас нет никакого плана для новых предпринимателей, что нужно собрать по всем документациям. То есть ты идешь в одну инстанцию, тебе говорят, ну, нужно такой пакет документов. Ты готовишь, соответственно, там делаешь необходимые документы, дальше тебе никто не говорит, куда дальше идти. Дальше ты опять методом тыка и, скажем так, спрашиваю всех подряд, где нужно, что нужно. Тебе, конечно, советуют, но, опять же, нет четкой информации поэтапно, куда нужно тебе обратиться, в какие службы. Для того, чтобы быстренько, максимально открыть фирму и начать работать. Целеустремленность и настойчивость девушки, несмотря на все препятствия, привели к тому, что спустя полгода после открытия первого бутика в Тараклии она открыла еще два в Кагуле. Однако сейчас Алена все чаще подумывает о закрытии. Доходов практически нет из-за миграции людей, а помощи со стороны ждать не стоит. Я думаю, что на сегодняшний день государство, это не его первоначальная задача, а для того, чтобы развивался малый и средний бизнес. И я, скорее всего, так скажу, что все идет к тому, что малый и средний бизнес, наверное, в скором будущем будет просто вымирать. С тенденцией последнего года, как очень многие, закрываются точки. Я не могу сказать, что я тем же не задумалась над тем, чтобы закрыть свои, по крайней мере, одну или две точки. Увеличиваются с каждым годом налоги, которые мы платим государство за любой, скажем так, мелочек. Ввиду того, что кризис, кризис, который создало, опять же, государство само. Поэтому страдаем мы. Большой бизнес как был, так и остается большим бизнесом, потому что на сегодняшний день, я думаю, что тенденция такова, что большой бизнес находится у верхов, а верхи свой бизнес не дергают. Поэтому единственный доход, который может получить государство от предпринимателя, это малый и средний бизнес, которые не защищены. Покупательская способность Южного региона одна из самых низких, отмечает предприниматель. Плюс миграция, плюс постоянные проверки со стороны контролирующих органов приводят не к самым радужным выводам. Могу так сказать, что с учетом наших способностей и возможностей, находясь мы в другой стране, мы уже давно были успешными, действительно предпринимательными. Находясь в Молдове, по мне это как рыба об лед. Сколько не бейся, максимально ты не вырастешь, если работа действительно официально и как надо. В Молдове малые и средние предприятия составляют около 97% всех предприятий. Их доля в валовом внутреннем продукте достигает 32% и обеспечивает рабочими местами 55% от общего числа работников экономического сектора. Интересно, а провали Алена? Действительно ли в Молдове в скором будущем вымрет весь малый и средний бизнес, который в экономически развитых странах служит базой для стабильного развития экономики? Действительно ли так сложно заниматься предпринимательской деятельностью самостоятельно и быть успешным? Какой выход может быть в таких ситуациях? Об этом мы поговорим в нашей передаче «Альтернативы». В студии Лидия Послархи у нас в Тракле и гость предприниматель Юрий Роданов. Я вас приветствую. Добрый вечер. Искать решения и ответы на вопросы помогут нам гости из центральной студии Кишинева. Это Алена Урсой, главный консультант управления по урегулированию предпринимательской среды и малых и средних предприятий Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова. А также Андрей Стратулат, координатор проектов по развитию бизнеса в рамках программы, финансируемой Европейским Союзом и реализуемой программой развития Организации Объединенных Наций, поддержкой сельского хозяйства и сельской местности в АТО «Гагаузи» и Тараклийском районе САРТ. Я рада вас приветствовать. Господин Роданов, как вы считаете, проблемы, о которых говорила наша героиня в сюжете, они имеют место быть? Аргументируйте, пожалуйста, свой ответ. Я считаю, что да, девушка говорит вещи, которые сегодня налицо, к сожалению, у нас в стране. И правильно она подметила, что на мировом уровне, особенно в высокоразвитых экономических стран, малый и средний бизнес занимает основную нишу экономики. У нас же, к сожалению, малый и средний бизнес развивается, скажем так, не благодаря поддержке государства, а вопреки этому. Основной, с чем сталкивается, скажем так, начинающий, в частности, предприниматель, это, естественно, финансовые средства. Начинающему предприятию, вновь открывшемуся предприятию. Банки практически, может быть, это грубо прозвучит, они разговаривать не хотят. То есть, первые полгода деятельности предприятия банк не предоставляет никаких кредитов. И даже по окончанию полугодовой работы предприятия банк тоже тяжело идет на контакт, если нет залогового имущества. Это то, что касается финансовых средств. То есть, если нет финансовых средств, то уже тяжело, скажем так. Один из очень больших минусов на сегодняшний день у нас в государстве, это просто катастрофический отток населения. То есть, большая миграция, о чем говорилось. Еще хуже, неплатежеспособность населения, которая еще, скажем так, остается в государстве, у кого нет возможности, наверное, выехать, или кто-то просто не желает уезжать из родины. Нет платежеспособности, нет населения, услуги, товары продавать просто-напросто некому. Высокая налогооблагаемая база. Например, налог на доход для малых и средних предприятий был в 2017 году 3%, а в этом году он уже 4%. Почему так, непонятно. Что говорила наша героиня сюжета по поводу постоянных проверок? То есть, нет таких условий, которые создало бы государство, чтобы помочь малому и среднему бизнесу? Нельзя сказать, что правительство и парламент ничего абсолютно не делают для того, чтобы помогать малому, среднему бизнесу и в целом, скажем так, развитию экономики в Республике Молдова. То есть, принимаются всевозможные акты, постановления, в конце концов, заключено соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом, которое должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Там, кстати, дается акцент на то, что должен развиваться малый и микробизнес. Но, тем не менее, принят закон об малом бизнесе в Молдавии. Тем не менее, почему-то, скажем так, наше правительство не спешат внедрять все вот эти законы, то есть, проводить конкретно реформы для того, чтобы на самом деле бизнес почувствовал, что ему есть к кому обратиться, ему есть у кого проконсультироваться. Спасибо. Мы поговорим об этом еще и дальше в ходе нашей передачи. Благодарю вас за ответ. Я хотела бы обратиться к госпоже Урсой. Скажите, пожалуйста, проблемы, о которых говорила героиня нашего сюжета. Я имею в виду и высокие налоги, и постоянные проверки, отсутствие поддержки малому и среднему бизнесу. Они имеют место быть? И как они решаются государством? Если можно, приведите, пожалуйста, конкретные примеры. Добрый вечер. Мы осведомлены о проблемах, заявленных героиней репортажа. Министерство экономики проводит Дни регионального бизнеса, во время которых представители министерства выезжают в районы и обсуждают положение дел с предпринимателями, чтобы выяснить, какие проблемы их интересуют. В результате этих встреч была инициирована масштабная реформа в отношении пересмотра нормативной базы, поскольку и о проблеме многоступенчатого контроля было известно и ранее. Еще одна проблема – немало предпринимателей не знают, куда им следует обращаться, чтобы открыть свое дело. В последние годы проводится реформа, призванная упростить и облегчить становление и развитие предпринимательской деятельности. Для правительства Республики Молдова и для Министерства экономики и инфраструктуры развитие малых и средних предприятий является приоритетом. Малые и средние предприятия составляют немалую долю в экономической сфере Республики Молдова. «Хочу подчеркнуть, что даже в развитых странах они являются основой, мотором экономического развития, и тем более в странах, находящихся в переходной стадии, с переходной экономикой». Малые и средние предприятия составляют 98% всех предприятий, зарегистрированных в Республике Молдова. Следствием принятия закона номер 179 о внутренней торговле, в котором была изложена новая классификация данных предприятий, стало в том числе и изменение структуры. В 2016 году 62% всех предприятий входили в категорию микропредприятий, то есть таких предприятий, численность работников которых не превышает 9 человек. Героиня репортажа затронула в том числе и тему налогов, которые составляют 4% для малых и средних предприятий, что на самом деле достаточно много. Однако необходимо стараться поддерживать бюджетный баланс, как в плане доходов, так и расходов. Потому что, с одной стороны, если мы хотим оказать им помощь через государственные программы поддержки бизнеса, они должны уметь регулировать свои доходы. Программы поддержки бизнеса, предоставляемые правительством и Министерством экономики, проводятся организацией, которая занимается развитием малых и средних предприятий. Я уверена, что эта организация широко известна. Она успешно внедряет множество различных программ, и поэтому нельзя утверждать, что у нас не оказывается помощь малым и средним предприятиям. Я могу кратко об этом рассказать сейчас или позже. Спасибо, госпожа Урсой. Мы в дальнейшем поговорим о программах, которые предлагает Организация по поддержке малого и среднего бизнеса. У меня вопрос к господину Стратулату. Скажите, а вы какие видите препятствия в ведении успешного предпринимательства в секторе малого и среднего бизнеса на местном уровне в Молдове? И как их можно преодолеть по-вашему? Спасибо. В первую очередь хочу поприветствовать всех участников дискуссии и наших зрителей. Программа САРД, финансируемая Европейским Союзом и ПРООН, провела исследование в начале этой программы, какие есть главные препятствия в развитии малого и среднего бизнеса. И были выявлены такие основные препятствия, как доступное финансирование, техническая поддержка для как предпринимателей, так и для персонала этих предпринимателей, а также отсутствие или некачественная инфраструктура, которая нужна для развития бизнеса. И основываясь, исходя из этих главных критериев, мы развивали нашу программу САРД. Господин Стратулат, скажите, как можно преодолеть эти препятствия? Как Вы это видите? Я могу говорить только о том, как наша программа преодолевает эти препятствия. Это гранты, которые мы выделяем маленьким и средним предпринимателям. Это семинарии, тренинги, коучинги, даже один на один для предпринимателей, которые участвуют в нашей программе. Это инвестиции в инфраструктуры в зоне Тараклийского района и Атолга Гаузия, так как наша программа действует именно в этих территориях. И поддержка бизнес-ассоциаций в этих зонах. Спасибо. Господин Роданов, Вы чем руководствовались, когда выбирали свою сферу ведения предпринимательства в Тараклий? И сколько у Вас времени заняло открытие бизнеса? И с какими сложностями Вы сталкивались? Как решали проблему? Я исходил из того, что решил заниматься тем, что мне знакомо, то, что я знаю. Поэтому выбор выпал, скажем так, была открыта торгово-производственная площадка под вывеской «Зооведфармагра». Почему торгово-производственная? Потому что планируется, идется работа, вернее, уже не просто по схеме купи-продай, это слишком просто, хотя торговать, конечно, тоже нужно уметь. То есть планируется работа по непосредственному консультированию населения малых и средних фермерских хозяйств в рамках современных технологий по племенам, по товарному воспроизводству животных и птиц, с правильным условием их содержания, хранения, в зависимости от их возрастных кондиций и так далее. То есть стараемся подтягивать современные технологии, европейские, западные, для того, чтобы облегчить работу, для того, чтобы в итоге человек реально получал результат. Мне кажется, это вот сфера, которую Вы выбрали, если мы немного отойдем от вопроса. Это, наверное, одна из самых подходящих для нашего региона. Вы, наверное, и этим тоже руководствовались. Ввиду того, что мы находимся в сельской местности, естественно, это один из моментов. Второй из моментов, на самом деле, люди годами занимаются фермерством, в частности, животноводством. Если говорить о нашем юге, то это, в первую очередь, овцеводство, конечно. Но, тем не менее, доступа, о чем и говорилось уважаемыми экспертами, доступа к информированию, к обучаемости, к новым технологиям, очень тяжелый доступ. Чтобы буквально, если можно привести такой пример, на днях ко мне приехал человек Аши из Кагула, который уже годами занимается свиноводством, у него миниферма небольшая. Но, если честно, человек реально чуть ли со слезами на глазах, он просто на распутье, он не знает, что делать. Вот, исходя из этих соображений, как бы, и отрывалось произошло. Вы почувствовали, почувствовали, что есть необходимость такой деятельности открытия. Скажите тогда, сколько заняло у вас время открытия своего дела? И вот в этом процессе, пока вы открывали, пока у вас возникла идея, пока вы делали первые шаги, возникали ли какие-то проблемы, сложности, и как вы их решали? Ну, в принципе, проблемы по открытию, да, вот эта составляющая, скажем так, у нас в государстве, наверное, все-таки она уже решена. То есть проблем для открытия не было, элементарно отдал паспорт, заплатил определенные деньги, госпошлина, кстати, там минимальная, кажется, 5 лей. И в течение недели получил сертификат о регистрации предприятия, обошел структуры, фискальные структуры, некоторые не обходил, потому что все в режиме через компьютер, да, в режиме онлайн, увязки. И, в принципе, пожалуйста, работай. То есть как таковых сложностей вообще не возникало вот с момента возникновения идеи и до открытия бизнеса? Ну, надо было два раза в Кугул съездить в регистрационную палату, скажем так, потратиться на дорогу. Как таково, да, сложности не было. После открытия банк, открытия счета, пожалуйста, работай. Ну, и дальше уже начинается сложность. С чем? Финансы. Финансы, то есть я обошел три банка, то, о чем я уже говорил, кредиты, говорят, поработайте хотя бы полгода, дальше мы посмотрим на ваш баланс и будем говорить дальше. Меня спасло то, что у меня партнер по бизнесу имеет свою производственную площадку, на которой мы запустили свою торгово-производственную точку, скажем так. Ну, и, наверное, в какой-то степени повезло, хотя сыграли роль предыдущая моя работа, предыдущие знакомства. Я в Ихолок-Печенев нашел партнеров, которые мне поверили, с которыми я на сегодняшний день работаю по схеме кредитования. То есть меня кредитуют товарами, но здесь тоже сильно не разгонишься, потому что они тоже зависимы от банков и так далее. Спасибо. Я бы хотела задать вопрос к господину Стратулат. Скажите, вы говорили, что были гранты, были проекты. По каким критериям проходил отбор потенциальных получателей помощи? На что вы обращали внимание в первую очередь? И с какими трудностями сталкиваются гранты-получатели? Да, спасибо за вопрос. В первую очередь нужно отметить, что так как наша программа действует на юге Молдовы, то есть от ОГА, Гаузи и Тараклия, первый критерий это был, конечно, территориальный. Следующий очень важный критерий это то, что те грантополучатели, которые получили от нас помощь, они должны были создать минимум три рабочих места. Это очень важно для развития зоны. Другой критерий составляет то, что нужно, чтобы грантополучатель, у него был свой собственный взнос к развитию этого бизнеса, этой бизнес-идеи, как минимум 20% от суммы гранта, которую он получил. Еще важный критерий это сама бизнес-идея. Мы смотрели на те бизнес-идеи, у которых хороший бизнес-план, который имеет шансы на успех и, конечно, который принесет какую-то, может быть, и социальную составляющую для своего региона. И больше баллов получили во время процесса отбора те проекты, которые были представлены женщинами, молодежью и социальными уязвимыми категориями населения. Спасибо. Я бы хотела задать вопрос, госпожа Урсой. Скажите, когда приходят иностранные предприниматели в Молдову, какие условия ведения бизнеса интересуют инвестора в первую очередь? Да, я уверена, что для любого иностранного инвестора, а также для наших сограждан, которые хотят основать бизнес в сфере экономики, важно провести анализ рынка, системы налогообложения, ознакомиться с системой предоставления льгот, изучить имеющуюся инфраструктуру для развития бизнеса, внешнюю конъюнктуру, получить информацию о том, какие соглашения у нас имеются с другими государствами. Здесь я хотела бы затронуть проблему кредитования, ответить на вопрос гостя в студии. Упомянутая мной Высшая организация по развитию малых и средних предприятий разработала программу по обеспечению или кредитный гарантийный фонд, предназначенную для предпринимателей, которые сталкиваются с трудностями в плане обеспечения страхования или не могут предоставить залог. Это замечательная программа, она предназначена для уже существующих или вновь созданных малых и средних предприятий, а также тех, кто производит продукцию на экспорт, основанных молодыми предпринимателями или женщинами, на 50-60% покрывают сумму залога. Другие вопросы, которые могут заинтересовать инвесторов, касаются соглашений, заключенных Республикой Молдова. Географическое положение нашей страны весьма благоприятно. У нас есть доступ как к рынку Евросоюза, так и к рынку СНГ, благодаря заключенным соглашениям. А также развитая бизнес-инфраструктура, парки свободной экономической зоны, бизнес-инкубаторы. Спасибо, госпожа Урсой. Если не можешь справиться сам, то стоит обратиться за помощью. Мы немного затронули тему сотрудничества, партнерства. И у нас есть конкретный пример, как можно успешно развивать свое дело вместе с зарубежными партнерами и выйти на новый уровень. Об этом мы увидим из репортажа наших коллег БАС-ТВ. Качество вина напрямую связано с качеством сырья. Об этом знает каждый винодел. Чтобы не зависеть полностью от поставщиков, несколько лет назад руководители винодельческого предприятия вблизи Басарабяски заложили собственные виноградные плантации. Можно иметь самое современное оборудование, лучших специалистов, но не имея плантации. Это цепочка, которая должна быть в полном размере. И только тогда она работает, когда она… Вот есть и рынок сегодня, надо сказать, и китайский, американский, европейский. Есть и плантации, есть и переработка, есть и коллектив. Специалисты, те, которые там это умеют, уже набили шишек, набили руку, и у них все это получается. Немало шишек после российского эмбарго набили себе в поисках новых рынков и руководителей винодельческого предприятия. Пришлось инвестировать деньги в новое оборудование, в привлекательную упаковку, тщательнее следить за качеством продукции. А главное – убедить зарубежных партнеров в том, что молдавские вина не только вкусны, но и безопасны для здоровья. Сегодня продукция, произведенная в Басарабяске, экспортируется в США, Китай, в страны ЕС, в том числе и в Прибалтику. Вместе с договором по свободной торговле и ассоциации с ЕС есть возможность экспортировать вам ваши прекрасные вина в европейские страны. И я сам убедился, что в Риге они представлены. К сожалению, эти вина мало знакомы. По качеству и по вкусовым качествам они лучше, чем даже традиционные экспортеры. Но их мало знают. К традиционным производителям винной продукции относится и Италия. Уроженец этой страны Русарио де Бласио по достоинству оценил вина, который производят в Басарабяске. Как вы считаете, могут ли молдавские вина конкурировать с итальянскими на рынках? На сегодняшний день – нет. Но хочу сказать, что вы движетесь в правильном направлении. Качество ваших вин хорошее. Не это является причиной того, что вы не можете конкурировать с итальянскими производителями. Дело в цене. В Италии можно купить хорошее вино за 2 евро. Я живу в Кишинёве. Я здесь не в качестве туриста. И покупаю молдавские вина в магазинах. Поэтому могу заметить эволюцию в их качестве и вкусе, которая произошла за последние 10 лет. Если взять винзавод из Молдовы и перенести его в Италию, тогда можно говорить о настоящей конкуренции, потому что исчезнут транспортные расходы. По данным статистики, объём экспорта молдавских вин в 2017 году увеличился на 5,5%. Отечественные производители расширили своё присутствие в Европе и Азии, которые сейчас поглощают почти 60% от объёма экспорта бутилированного вина. Господин Роданов, у Вас был опыт сотрудничества с предпринимателями из других стран? Скажем так, я на стадии сотрудничества с предпринимателем из других стран. Этот предприниматель из Болгарии. Познакомили меня с ним на бизнес-форуме, который проводился в Тороклее под эгидой райсовета, насколько я помню, и программы САРТ. Бизнесмен заинтересован болдавским рынком. Что самое важное, он заинтересован организацией производственной площадки в Молдавии, в частности, в городе Тороклее. На сегодняшний день изучаем рынок молдавский. Потихоньку начали, скажем так, завозить продукцию пока из Болгарии. Там её производим. Мы мониторим рынок, надеемся, что нам удастся и получится всё-таки открыть ещё одно производство, в частности, в городе Тороклее, на нашей родине. Вообще, сложный идёт процесс сотрудничества, попытаться наладить какой-то бизнес, какое-то производство или, может быть, вообще просто предпринимательскую деятельность вместе с предпринимателем из другого государства? Ну, в принципе, для того, чтобы выстроить работу с предпринимателем из другого государства, с инвестором, без инвестора, конечно, сложно и тяжело. Всё начальное, но всё сложно и тяжело. Нужно работать с повышенной самоотдачей для того, чтобы действительно достичь каких-то результатов. В целом можно работать с предпринимателями из-за границы, но всё-таки у них присутствует, скажем так, страх. То есть, во-первых, это просто незнакомо, то есть чисто на моральном таком уровне незнакомая страна, незнакомое государство. Ну и, во-вторых, не совсем, мягко выражаясь, стабильные ситуации в нашем государстве, в том числе внутриполитические, может быть, громко скажу, внешнеполитические и так далее. Спасибо. Я бы хотела спросить госпожу Урсоя, скажите, а за последние полтора года, допустим, сколько иностранных предпринимателей заявили желание вести свой бизнес в Молдове и сколько отказались? По каким причинам отказывались инвесторы? И, если можно, примерно, каков объём инвестиций за это время? Да, благодарю. Я начну с статистикой. Для начала приведу статистические данные. В 2017 году инвестиционная деятельность в Республике Молдова выросла по сравнению с 2016 годом на 1,3%, что составляет 21 миллиард леев. Увеличение объёма инвестиций стало возможным благодаря восстановлению государственного финансирования инвестиционных проектов, разблокированию внешней помощи и росту государственных доходов. Если говорить об инвесторах, точнее о том, какое количество производителей вложили средства в Республику Молдова, то можно отметить, что в течение последнего года прибыло много инвесторов с новыми бизнес-проектами. Это инвесторы с мировым именем, многие из которых уже вели бизнес в Республике Молдова и со временем они начали его расширять. Это такие инвесторы, как Драксель Майер, Лир. В то же время другие инвесторы запустили новые инвестиционные проекты. Наверное, все слышали о таких компаниях, как Фуджикура, Коропласт, Сумитомо. К сожалению, неизвестно, какое число инвесторов отказались от продолжения деятельности. Хочу сказать, что в последнее время было вложено много инвестиций в машиностроительный бизнес, оборудование, производство кабеля и информационные технологии. Это приоритетные секторы экономики нашей страны, и инвесторы заинтересованы вкладывать в них средства. Да, за время существования программы САРД, у нас уже около 30 грантополучателей. Речь идет о грантах до 20 тысяч долларов, 10 до 15 тысяч долларов и 10 до 10 тысяч долларов. Самые разные сектора экономики – это и хлебобулочные изделия, и молочные производства, козий сыр, пчеловодство, также грибы, детские развивающиеся центры, станции технического обслуживания, сельскохозяйственной техники и другие. Что касается налаживания контактов с иностранными партнерами, в рамках программы САРД было несколько обучающих визитов за рубеж. Речь идет о Италии, Румынии, Сербии, в этом году Чехия. В рамках этих визитов наши бенефициары, грантополучатели знакомятся с их методами работы, налаживают контакты с ними для дальнейшего сотрудничества, получают очень важную информацию. На территории Молдовы мы тоже помогаем им участвовать в международных форумах, которые организовываются здесь. 1 февраля, например, трое наших грантополучателей участвовали в международном форуме в Кагуле. Также мы помогли участию наших бенефициариев в фабрикаты Молдова, где тоже были иностранные покупатели и гости. Делается большой акцент на то, чтобы знакомились с практиками других стран в ведении бизнеса. Спасибо, господин Инстратулат. Одна из мер по поддержке малых и средних предприятий уже со стороны государства – это программа «Пары 1 плюс 1». Что это за программа и какие возможности и кому она предлагает в репортаже наших коллег из Центральной студии Кишинева? Уже восьмой год правительство Молдовы при финансовой поддержке Европейского Союза привлекает мигрантов домой, чтобы они могли заниматься бизнесом в своей стране. Это происходит в рамках программы «Пары 1 плюс 1», которая предусматривает, что трудовые мигранты или их родственники первой степени могут получать от государства в качестве гранта на создание или развитие собственного бизнеса в Молдове столько же денег, сколько они инвестировали в свое дело из заработанных за границей средств. Целью такой поддержки является привлечение финансовых ресурсов населения, уехавшего работать за границу для устойчивого развития экономики Республики Молдова. В Организации по развитию сектора малых и средних предприятий, которая координирует внедрение программы, нам сообщили, что ее популярность среди целевые группы довольно высока, а эффекты ощутимы. В parcурсах программы «Пары 1 плюс 1» у них были открыты контракты нерамбурсабельные контракты с 1.134 агенции экономики, которые производят оборудования на территории Республики Молдова. Конечно, если мы берем в регионы, я хочу сказать, что концентрация самая большая находится в центре Республики Молдова, но мы не можем сказать, что и в другие регионы не инвестируют международные контракты. В последний момент, в последний момент, у нас появится tendинство для того, чтобы инвестируют больше в частности экономики, которые производят оборудования в саду Республики Молдова. Эти люди становились более активы в том, что в саду Республики Молдова. Конечно, оборудования в которые они инвестируют, они разные, от инвестирую, до процессора, коммерциализации, и так далее. При этом участие в программе, может любой желающий, вне зависимости от зоны проживания, пола или возраста, главное, чтобы он соответствовал основным критериям отбора. Май-нтэй, для того, все люди, которые дожатся в саду Республики Молдова, Конечно, как и в других программах, мы имеем определенные ограничения, поэтому мы не финансируем те проекты инвестиционные, которые визуяются коммерцией, не финансируем активности финансирования, не финансируем другие активности, которые тянут ломбарды, аренды, активности мобилиарных и так далее. Но не межлочит, пресс-сервисов, продукция, агрокультура, эти проекты инвестиционные базы, которые будут финансированы в интернете программы. Подать заявку на участие в программе можно в любой период года. ограничений по срокам нет. Сделать это довольно просто. Претенденты на получение гранта могут рассчитывать максимум на 200 тысяч леев. Существует два компонента базы. Первая компонента, на инструирование, могут быть представлены люди, которые хотят, чтобы они начали сфотографироваться. Распективно, они должны представить документы justificативные, как получение гражданской обеспечения, и жительство Республики Молдова, или родители этих граждан 1-й. Распективно, они должны быть предложены, чтобы они обеспечены идеи их базы. В ходе обучения, заявители получают знания в области законодательства, ведение бухгалтерского учета предприятия, открытие своего дела, а также учиться составлению бизнес-плана. Уже с этими навыками, потенциальные гранты получатели могут смело подавать заявку на само финансирование. На этапа 2, уже когда они приняты финансирование, не межлочит, и раз уж сетом документов, что визитка экономики, это уже, значит, что это нужно для анекса, и у нас уже есть план, где уже, наверное, где-то, 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 где-то используются, где ресурсы, где-то, где-то, То есть все предыдущие виза-визу проектов инвестиционал, который хочет реализовать потенциал беневтический нашим, вместе с программой Парио 1 плюс 1. Главная база является, что 1 лео инвестирование будет выполнено с 1 лео в кадром бюджетного штата, при интернете финансирования нерамбурсабилы. И, однажды, мы, как критерий, не финансируем эти проекты, которые уже получили, как и другие проекты штаты. По данным организации по развитию сектора малых и средних предприятий, с 2010 по 2017 год более 1600 человек были обучены в рамках программы Парио 1 плюс 1, а более тысячи предприятий получили безвозмездное финансирование. Таким образом, в экономику Молдовы было инвестировано 8 миллионов евро. Это способствовало созданию свыше трех тысяч рабочих мест. Господин Роданов, а что Вы думаете об этой программе? Как предприниматель? Очень хорошая программа. Я не знаком с этой программой, потому что данная программа, я проживаю в Молдавии, меня не интересовала данная программа, денежных переводов, скажем так, получать ниоткуда. Если она действительно работает так, как она трактуется, так, как она показывается, дай Бог, дай Бог, чтобы наши люди возвращались домой, создавали здесь для себя, в первую очередь, рабочие места. И дай Бог, чтобы создавали рабочие места не только для себя, для своих сограждан. Скажите, а вообще об этой организации по поддержке малого и среднего бизнеса, Адим, Вы слышали? Слышал, конкретно ничего не могу сказать, к сожалению, по этой организации. Может быть, это моя вина, недостаточно интересовался. Значит, о них знают в районном управлении по инвестициям и экономике районного совета. Вроде как, данная организация держит связь с местными предпринимателями, с районными, через районное управление по инвестициям и экономике. Насколько тесна связь? Мне кажется, что недостаточно. То есть, если подумать, то можно обозначить еще одну проблему, что нет как таковой связи. То есть, это можно отнести к одному из условий или, допустим, возможности государства поддержать малый и средний бизнес. То есть, нет такого особого информирования. И через представителей органов местной власти. Именно так я понимаю. Ну, скорее всего, что да, информированность, коммуникация, программы обучающие, представление информации и так далее, скорее всего, что оставляет желать лучшего. Сказать, что однозначно на местном уровне ничего не делается. Нет, делается. Есть движение, есть определенная какая-то работа. Но в целом, при общении с предпринимателями, люди очень мало информированы. Отсутствие информации, ограниченный доступ. Спасибо. Я бы хотела спросить госпожу Руссо. Скажите, а какие еще возможности предлагает государство? И какие условия, может быть, оно создает? Вот мы сейчас обозначили одну из проблем, что нет информированности, нет связи, может быть, с центром и локальными властями. Чтобы те могли больше, лучше информировать все местные предприниматели или потенциальных предпринимателей. Вот, может быть, еще какие-то условия нужно создать? И, может быть, есть еще какие-то программы, которые разработает или уже разработало государство для поддержки малого и среднего бизнеса? Да, я замечаю, что многие в силу нехватки информации не знают о данных проектах, которыми занимается Организация по развитию малого и среднего бизнеса. Насколько мне известно, в городе Чадар-Лунга, недалеко от вас, имеется бизнес-инкубатор, деятельность которого непосредственно связана с данной организацией. С его помощью в районе продвигаются новые идеи и программы, которые были запущены в этом центре, но получили распространение по всей территории Республики Молдова. Я бы начала именно с этой программы создания бизнес-инкубаторов, инфраструктуры, предназначенной для поддержки вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, которые в течение первых лет своей деятельности получают информационную, консультационную поддержку в вопросах становления бизнеса. Кроме того, они пользуются такими видами помощи, как предоставление помещений для осуществления своей деятельности в течение первых лет, сниженная арендная плата, а также скидки на коммунальные платежи. И, разумеется, они поддерживают постоянный контакт с администратором бизнес-инкубатора, с представителями организаций по развитию малого и среднего бизнеса, которые предоставляют помощь каждый раз, когда предприниматели в ней нуждаются и помогают решить проблемы, возникающие в процессе их деятельности. Довольно много говорилось о программе «Пари-1 плюс-1». Эта программа успешно работает. Хочу только уточнить, что на каждый лей, предоставленный из государственного бюджета, в экономику было инвестировано около 3 лей в 23 банов, предоставленных экономическими агентами. В прошлом году завершилась национальная программа «ПНАЕД», предназначенная для поддержки молодых предпринимателей. Цель этой программы и ее составляющие – это не только информирование и обучение молодых предпринимателей, как построить собственный бизнес, что им для этого понадобится, куда следует обращаться, но и финансовая составляющая, предоставляемая в зависимости от проекта, который они подготовили или хотели бы реализовать. Программа была завершена в прошлом году, а в нынешнем году Организация по развитию малого и среднего бизнеса совместно с Министерством экономики разработали новую программу, предназначенную для молодых предпринимателей, особенно для тех, кто проживает в сельской местности. Поскольку отмечается значительное расхождение в экономическом развитии регионов и центра, и поэтому данная программа ориентирована на молодых предпринимателей из сельской местности. Им предоставляется финансирование, как и в случае уже упомянутой мою программы «ПНАЕД», но при этом предлагается и наставничество, и информирование, а также воспитание у молодежи предпринимательского духа. Если говорить о бюджете, то эта программа будет действовать в течение трех лет, с 2018 по 2020 годы. Ее бюджет составляет 60 тысяч леев, и в ее рамках планируется поддержка создания 250 предприятий. Хочу особо отметить, что эта программа будет иметь социальную направленность, поскольку около 10% данных предприятий, которые получат финансирование, будут оказывать помощь молодым людям с ограниченными возможностями. Еще одна важная программа, о которой я упоминала, это фонд гарантийного кредитования, который гарантирует 50-60% от кредитов, предоставляемого малым или средним предприятиям разных категорий, тем, что основаны представителями молодого поколения, женщинами, а также ориентированы на экспорт. В последнее время особое внимание уделяется малым и средним предприятиям, изготавливающим продукцию на экспорт. Таким образом, решаются две проблемы – поиска потребителей, которые будут приобретать данный товар, и создание новых рабочих мест. Еще одна новая программа, запущенная в 2016 году, предназначена для женщин. Она так и называется – «Женщины в бизнесе». На данном этапе в рамках программы проводится обучение женщин, желающих основать и развить успешную предпринимательскую деятельность. Эта программа уже принесла свои плоды. Благодаря ей было создано свыше 190 новых рабочих мест. Спасибо, госпожа Урсой. Я бы хотела спросить господина Стратулат. Одна из основных целей работы программы развития Организации Объединенных Наций – это устойчивое развитие. Скажите, а какую роль в достижении этой цели играют малый и средний бизнес? И как вы работаете с государственными структурами в достижении этой цели? Ну, несомненно, речь идет о малом и среднем бизнесе. Это, как всегда, костяк сообщества, там, где они развиваются. И для устойчивого развития просто не может быть устойчивого развития без малого и среднего бизнеса в регионах. Поддержка среднего и малого бизнеса очень важна для устойчивого развития. Мы, благодаря нашей программе, смогли создать уже, программа еще не закончилась, уже создали около ста рабочих мест в регионе. Создаются объекты инфраструктурные, социальные, экономические. За счет того, что увеличивается налогооблагаемая база, улучшается экономическая привлекательность этих сообществ. Что касается работы или сотрудничества с государственными структурами, было создано впервые в Молдове, мы пилотируем в рамках программы «Лидер». Были созданы 8 местных инициативных групп, которые составляются на одну треть из представителей местных властей, на одну треть из представителей общественности и на одну треть из представителей местного бизнеса. Эта программа очень успешно оказалась в Европе. Мы видели с нашими бенефициарами, видели, как она работает и в Чехии, и в Сербии, и в Италии, и в Румынии. Были очень положительные отзывы в этих странах об этой программе. Это приводит к тому, что улучшаются те населенные пункты, где эти программы действуют, улучшаются там и инфраструктурные объекты, и социальные. Люди не стремятся уже уехать оттуда, а продолжают там жить, работать и приносить пользу, в свою очередь, своим родным населенным пунктам. Также мы получали сигналы от местных властей, что у них есть необходимость работы с проверенным партнером. Они, так как малый и средний бизнес, и их много, они маленькие, местным властям нужен был представитель какой-то, который представлял бы интересы этих предпринимателей. И вот совсем недавно мы создали, в процессе сейчас уже регистрации, две бизнес-ассоциации, которые и будут лоббировать, представлять интересы малых и средних предпринимателей именно в работе с местными властями, с государством. Спасибо, господин Стратулат. И в завершение нашей передачи я бы хотела задать один общий вопрос всем участникам. Вот исходя из нашей сегодняшней передачи, господин Роданов, как вы считаете, есть ли будущее у малого и среднего бизнеса в Молдове? Молдавские граждане, молдаване, болгары, гагрузы и так далее работать хотят, работать готовы. В свете того, что на сегодняшнем этапе принимаются многие законодательные акты парламентом, правительством и так далее, на данной основе будущее есть, работать можно. Но это все должно заработать. Правительство должно внедрять реформы повсеместно, начинает информирование и заканчивание деньгами. Спасибо вам большое. Господин Стратулат и госпожа Урсой, я бы хотела тоже, если можно кратко, ответить на этот вопрос. Есть ли будущее у малого и среднего предпринимателя в нашей стране? Уверена, что у среднего и малого бизнеса в нашей стране есть будущее. Мы все должны объединить усилия для того, чтобы расширить эту сферу, чтобы создать оптимальные условия для ее развития и деятельности. Несомненно, нужно предпринимать меры для более эффективного взаимодействия между центрами и районами, чтобы люди, живущие в разных районах Молдовы, смогли бы узнать хотя бы об уже существующих и действующих программах. чтобы представители малых и средних предприятий или люди, желающие начать свое дело, узнав о них, обратились бы в Организацию по развитию малого и среднего бизнеса и воспользовались проводимыми программами. Да, и, конечно, добавлю, несомненно, будущее есть и считаю, что даже именно малый и средний бизнес приведет к улучшению и экономическому росту и улучшению благосостояния нашей страны. Спасибо. Спасибо вам большое. Благодарю участников центральной студии. Напоминаю, что это была передача «Альтернатив», в которой мы попытались выяснить, возможно ли развивать предпринимательство в Молдове. У нас в Тракли был гость предпринимателей Юрий Роданов. Я благодарю вас. Спасибо. Также в центральной студии канал «Регионал» Алена Урсой, главный консультант Управления по урегулированию предпринимательской среды и малых и средних предприятий Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова и Андрей Стратулат, координатор проектов по развитию бизнеса в рамках программы САРТ. Это была передача «Альтернативы». С вами была Лидия Пасларь. Всего вам доброго. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни.